Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Большинство современных роутеров, оснащенных USB портом, можно дополнить различными функциями. К примеру, подключив к нему внешний накопитель вы получите свой сервер для хранения фото, видео и других файлов. Настрой функции совместного доступа вы получите доступ файлам накопителя с любого компьютера или мобильного устройства, находящегося в этой сети. А подключив к роутеру принтер любое устройство из данной сети, сможет выводить документы на печать. Такое подключение позволит печатать с любого устройства, подключенному в Wi-Fi, тем самым избавиваться от кучи проводов. Начнем с совместного доступа и настройки FTP сервера. Сначала посмотрите есть ли на вашем роутере USB разъем. Если он присутствует, можно приступать к настройке FTP сервера, организовав доступ к файлам накопителя из локальной сети интернета. Это очень удобно, только начав использовать данную функцию, вы будете думать, как вы жили без нее ранее. Доступ к файлам накопителя, подключенному к роутеру, можно получить не только с локальной сети, но и удаленно, через интернет. Все, что понадобится, это только узнать внешний IP адрес, который выдает провайдер. Таким образом, вы сможете с любого места, где есть подключение к интернету, получить доступ к файлам накопителя, подключенного к роутеру. Все настройки я покажу на примере роутера TPLink Archer C20. Подключаем к нему флешку или внешний жесткий диск и заходим в настройки. Роутер при этом должен быть включен. Открываем любой браузер и вводим адрес роутера с наклейки. Указываем имя и пароль, по умолчанию admin и admin. Переходим во вкладку настройки USB, совместный доступ к устройству хранения данных. На данной странице вы можете произвести настройки USB накопителя, подключаемого к маршрутизатору. Здесь вы увидите свойства устройства, к которому открыт общий доступ, а именно имя совместно используемого устройства, путь, права доступа и состояние. Для включения совместного доступа к устройству хранения данных нажмите кнопку включить. Убедившись, что накопитель подключен, переходим на вкладку FTP сервер. Обычно по умолчанию он ключом, но если это не так нажмите включить. После подключения накопителя к роутеру, по умолчанию будет создан каталог Volume с доступом к всем файлам диска. По умолчанию доступ настроен ко всему накопителю с правами администратора. Это значит, что FTP сервер запущен и вы можете получить доступ к накопителю с любого устройства, подключенного к сети. Для этого на компьютере достаточно запустить проводник и перейти по следующему адресу, указанному здесь в настройках справа, где описана инструкция. Для получения доступа нам нужно будет указать имя пользователя и пароль. Это те же данные, которые мы указывали при входе в настройки маршрутизатора. Открываем проводник на компьютере и переходим по адресу, указанному в настройках роутера. Если он указан правильно, вы увидите запрос имени пользователя и пароля. После удачного входа вы увидите файлы, которые находятся на флешке или диске, подключенном к роутеру. Все файлы находятся в папке валюты. Здесь вы можете создавать новые папки и копировать туда файлы, просматривать уже имеющиеся здесь файлы и добавлять новые. Чтобы постоянно не вводить адрес в проводнике, создайте сетевой диск, для этого откройте проводник и здесь выберите подключить сетевой диск. Появится окно, в котором в поле папка копируем адрес нашего сетевого диска. Нажимаем обзор, подтверждаем папку и жмем готово. После этого сразу появится папка с файлами. Если появился запрос пароля укажите его. Сетевой диск будет отображаться в проводнике во вкладке компьютер. Открыв его, вы сразу же получите доступ к накопителю. На мобильных устройствах для подключения к сетевому диску нужно подключиться к сети нашего роутера и воспользоваться файловым менеджером. Скачайте любой проводник, к примеру, есть проводник. Если у вас телефон или планшет на андроид, то открыть папку в локальной сети можно с помощью этого менеджера. Сперва подключитесь к сети по Wi-Fi, а затем установите проводник из маркета. В приложении откройте меню сеть LAN. Там увидите сетевой адрес папки, кликните по нему, после чего вы увидите папку Валют со всеми файлами. Если в LAN ничего не отображается, нажмите сканировать, после чего должны появиться все сетевые устройства, подключенные к этой сети. Далее просто выбираем устройство, к которому нужно подключиться. В процессе подключения может появиться окно, где нужно будет указать логин и пароль для входа. Так вы сможете просматривать файлы с телефона, удалять, копировать их, создавать новые папки и т.д. Настройки учетной записи и папки для FTP сервера на TP-Link. Эти настройки необязательны и нужны лишь в том случае, если вы хотите настроить доступ для определенных пользователей с разными правами доступа. Начнем с того, что можно создать несколько учетных записей, например учетную запись для гостей, для которых запретить полный доступ к накопителю и задать его только для конкретной папки и только с определенными правами. Запретить изменять файлы, оставив только возможность чтения. Для начала нам нужно создать пользователя в настройках роутера. Откройте вкладку настройки USB, учетные записи пользователей, по умолчанию там будет пользователь 1. Чтобы создать нового пользователя, заполните снизу поля, выберите номер для пользователя, укажите имя и введите пароль, а затем еще раз для подтверждения. Далее нажимаем на кнопку применить и новый пользователь появится в этой таблице. Здесь же можно его отключить, удалить или отредактировать. Дальше снова переходим на вкладку ftp-сервер. На этой вкладке вы увидите таблицу, в которой по умолчанию уже есть один ресурс валют. Это доступ ко всему накопителю, к его корневой папке. По желанию вы можете создать еще одну папку, которая разрешит доступ, например, только для созданного пользователя или группы пользователей с определенными правами, или же изменить права доступа ко всему накопителю. Для созданной учетной записи создаем еще один общий ресурс, выбрав добавить новую папку. В поле имя ресурса совместным доступом указываем имя папки и нажимаем на кнопку обзор, затем выбираем свой накопитель и указываем нужную папку. Но обратите внимание, что роутер не даст вам выбрать папку, у которой название не прописано английскими буквами. Нужно сначала ее переименовать. После того, как выбрали нужную папку, можно задать право доступа для созданного пользователя. Для этого в таблице напротив пользователя установите нужное право. Там есть три варианта – полный доступ, только чтение и нет доступа. А затем нажмите кнопку применить. Выбранная папка появится в таблице, где можно видеть права доступа для каждой учетной записи. Права доступа можно изменять для каждой папки, нажав напротив нее на ссылку изменить. Медиасервер На этой странице вы можете произвести настройки медиасервера. Для настройки вашего медиасервера подключите к маршрутизатору внешний USB жесткий диск или USB флеш-накопитель. Нажмите кнопку включить, чтобы запустить медиасервер. Чтобы указать папку в качестве пути поиска медиасервера, нажмите на кнопку добавить папку. Затем нажмите обзор, укажите нужную и нажмите применить. Папка появится в таблице, здесь вы можете ее изменить или удалить. Вы также можете выбрать автосканирование и в то же время задать временной интервал автопоиска в выпадающем списке. В этом случае медиасервер выполнить автоматический поиск в папках с общим доступом. После создания папки с общим доступом на данной странице вы сможете просмотреть ее имя, тип файловой системы, путь к папке, а также сможете удалить ее, нажав соответствующую кнопку. Максимальное число папок с общим доступом равно 6. Если вы хотите предоставить общий доступ к папке, когда их число уже достигло 6, вы можете удалить одну папку и затем создать новую. Подключение принтера к роутеру Как видите здесь еще есть настройка принт-сервера, а это значит, что можно подключить к нему и принтер, который будет доступен всем устройствам находящимся в сети. Давайте рассмотрим как подключить обычный принтер через USB к роутеру. Этот способ имеет преимущество перед использованием общего принтера. Печатающее устройство подключается к роутеру напрямую и поэтому не нужно держать включенным какой-либо компьютер. Первое, что нужно сделать, это выключить принтер и роутер. Затем подключить принтер к роутеру по USB и включить роутер. Через некоторое время включите принтер. Далее переходим в веб-интерфейс маршрутизатора и во вкладке настройка USB – Print Server. Смотрим отображается ли здесь подключенное устройство. Состояние сервера должно быть онлайн. Если это не так, нажмите запустить. Может быть еще один нюанс – маршрутизатор может некорректно распознавать принтер. В этом случае нужно посмотреть документацию к роутеру. Возможно принтер вашей модели не поддерживается. Но и здесь не все потеряно. Скорее всего вам придется обновить прошивку роутера. Как это сделать смотрите в другом нашем видео. Возможно в новое программное обеспечение встроена поддержка вашего устройства. Если принтер корректно отображается в веб-интерфейсе роутера переходим к настройке в печати на компьютере. Я покажу на примере операционной системы Windows 10. Открываем параметры – устройство – устройство и принтеры. Здесь нажимаем добавление принтера и выбираем необходимый принтер отсутствует в списке. Отмечаем добавить принтер по его TCIP адресу или имени узла и жмем Далее. Из выпадающего списка выбираем устройство TCPIP и задаем IP адрес роутера, тот адрес с помощью которого мы попадали в веб-интерфейс маршрутизатора. Жмем Далее. После запустится процесс поиска порта, ждем его окончания. Выбираем тип устройства – особое и открываем параметры. Указываем протокол LPR, задаем любое имя очереди и жмем ОК для подтверждения. Затем Далее. На этом этапе выбираем драйвер устройства. Здесь можно выбрать производителя и модели списка или же нажать в центр обновления Windows, подождать пока загрузится список доступных устройств и выбрать оттуда. Драйвер можно скачать с официального сайта, а здесь нажать установить с диска и указать путь к распакованной папке с драйвером. Если вы устанавливали устройство раньше, вам будет предложено какую версию драйвера использовать, выберите Заменить и нажмите Далее, если нужно задайте ему другое имя. В разделе Использование общих принтеров ставим отметку возле пункта Нет общего доступа. На этом настройка завершена. После сообщения об успешном окончании операции распечатайте пробную страницу. Эти же действия придется повторить на каждом компьютере и ноутбуке домашней сети, с которых вы собираетесь печатать файлы. Если таким способом подключить принтер не удалось или вы столкнулись с ошибкой при печати пробной страницы, попробуйте скачать специальную утилиту USB принтер контроллер. Для этого перейдите на официальный сайт устройства, откройте поддержка загрузки, здесь укажите модель вашего роутера и выберите аппаратную версию. Затем ниже выберите утилита и скачайте ее. Установите и запустите программу. В окне программы вы видите ваш роутер и принтер, кликните по принтеру правой кнопкой мыши и нажмите установить автоподключаемый принтер, отметьте его и нажмите применить. Теперь можете открыть любой документ и попробовать его распечатать. Вот и все, настройка закончена. А на этом все, надеюсь вам было полезным данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.